Песня 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 поселка потеряет в поведу грубейшего нарушения устава деревни. Даже на самое короткое время отъезжающим просить освященника совета, благословения на путь, не самовластвовать, без советия и непослушания. Вот два коня в колеснице, несущиеся в адскую пропасть. Двенадцатое. Если человек не придет на общее деревенское собрание или уйдет во время его проведения, будучи оповещен о повестке собрания, собрание все равно состоится как законное. Тринадцатое. Неподчиняющийся уставу сему предупреждается и после трех грубых дерзких нарушений исключается. Двадцать восьмой пункт. Под страхом анафемы отлучения запрещается жаловаться мирским властям, писать жалобы на жителей деревни, сексотничать, сотрудничать с врагами, быть наушником. Любой спор все решать здесь, на законном собрании, после беседы со священником. И только после обсуждения на собрании может получить добро на суд у внешних. Один из членов общины умышленно нарушает указанные выше пункты устава деревни. Солом сотый четвертый стих. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна кривещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Ну, поводом подслужило к тому, что тот случай, что вчера приезжали люди и были в доме у Пащенко Владимира. Позавчера. Позавчера. Когда был воскресный день, сколько там было, пять человек? Я не присутствовал, не знаю. Кто может это рассказать? Четыре человека. Четыре человека. Вы скажите, кто там был? Что? Кто там был? И что они говорили? Кто сказал? Полиция. Ну ты был с ними? Ты был с ними? Ты был с ними? Я был с ними, видел. Ну видел, разговаривали, кто больше с ними общался? Ну кто больше общался? Могу я сказать? Могу я сказать? Могу я сказать? Давайте так, у нас деревянское собрание, гости, у нас открытое собрание, но слово имеют только члены общины. Поэтому я спросил. Если он присутствовал, то есть он присутствовал. Володя был или нет? Присутствовал? Был. Ну вот Володя, я сказать. Не надо. Ну я не на всем, не на всем сидел. Так что, надо просто отвечать, что приходилось отпущаться, но я много не разговариваю, потому что у меня есть документ, я лежал в больнице, про его ослабление, повреждение. И вот, измир Николай Георгиевич, он в бородой сидит, он 68 лет. И он с ними говорил, говорил о Боге, о вещах, и кто-то назывался, как он живет. Он говорит, ты глупик. Ну вот что-то другое, ты не спасешься, то есть он свидетельца о Боге. Ничего не было. Ну ладно, он сказать Володе. Володя с ними общался, Володя быстро сказал. Володя спросили, кто там был, кто речь, что. Ну да, Володя пошел. Володя, говори. К нам постучались в дом, я выхожу, смотрю, стоят полицейские с ними, а один стоит, ну, обычно, в такой бесформе, как гражданский. Они притвили свои корочки, что он из полиции, и одел вот этот, который был бесформен, он говорит, я лесник. По поводу спиленных березных, которые лежат у вас на территории. Все, что с вас надо взять объяснительную. Все, я пошел ее звать, Игнать Тихонович, а он как раз сам увидел, вышел уже с видеокамерой, начал снимать. Они пока что пошли далеко, двое полицейских. Один из них сказал, что садись в машину, к женщине там сидит, дознавать ее, как они ее назвали. И она у меня спрашивала, как происходили события эти. Паспорт у меня взяла, то есть данную мне записала. Я рассказал, что, ребята, как пилили мы, как привезли. То есть, кто пилил, я не знаю. А то, что я грузил машину, привезли, я в этом участвовал. Я так рассказываю. Все, после этого уже они беседовали многократно с Игнать Тихоновичем там стояли. Ну, меня подростки взяли, мы ее объясняли, то, что я ее поставил. Воспись, я воспись поставил. Почему именно тебя-то? Потому что на моей территории, раз я как в чистую сходу хозяина дома, на моей территории лежал. Выходили в чистую сходу хозяина? Ну, под урагментом еще не уход. Ворованное имущество на его территории, к его дуру говорит. Он участник этого. Так же, кстати. В первую очередь, просто меня. Потому что раз на моей территории, то все. Скажи, откуда пошло это явление? Они сказали, что это был анонимный источник. Кто-то позвонил. Нам анонимный источник. То есть, я говорю, а можно узнать, кто-то говорит, нет, нельзя узнать. Анонимный источник от нас или анонимный источник? Кто-то позвонил и сказал. Он не сказал, откуда, как, все. Они не объясняют. Не верзли. Ну, если местные, нужно спросить наших, кто-то позвонил. Ну, ладно, ты встречался, кто-то его говорил. На счет того, что он знал, он по ошибке сделал. Его не оповестили. 51 статья Конституции. Они должны бы ему сказать, ты знаешь это, давай показания. Он не имел права делать то, что сделал. Говорить кто, где, как. А имел право скрыть. Я не желаю на эту тему говорить. Статья Конституции. Они ему не повесели, поэтому называется отказаться от подписи, дезвуация. Если они еще приедут, они обязательно приедут. Ну, им уже известно. Вот анонимный источник. Я говорю, а Государственная Дума приняла от анонимов ничего не принимать. Какой такой закон? Я сразу пошел, посмотрел недавно, полгода назад. Закон этот претерпел большие изменения. Он был принят, потому что анонимное сообщение обошлось в 66 миллионов голов. Люди писали друг на друга, забирали, и бесследно люди исчезали. Вот, как говорится, в голову скупы превращались. Здесь по-другому. Посмотрели уже не политические обвинения, а какие-то другие. Если какой-то там угрожал кому-то, то можно от анонима. Но аноним должен. Но аноним для них. Но они не будут разговаривать. Напиши. Он пишет. Подписывается. Ну, мы тогда поехали. И они приехали не просто так. Они их провели, где были. Они заехали другим путем. Кто это делал, он за ними не едет. Приезжали чуть позже. Я это все вижу. Я вижу, как близкие его стоят больше полчаса на дороге и смотрят, что с нами будет. Ну, и поехали на Рыжцевский пруд. Показали. Видите, мы это все делаем для того, чтобы пруды разрушены. Там надо трактор нанимать. Даже не знаю, как бы. Так, разнос огромный, такие, ну, боберы. А подальше в воду вынесло. Три пруда, фактически, были повреждены бобрами. Мы хотели, когда ходили в Охотсоюз, они приедут. Ну, тут вроде как-то, никак, это ничего не сделали. А здесь такое дело. Я почти с каждым из них немного наедине поговорил. Никакого секрета нет, кто это сделал. Ему придается шанс принести покаяние. Или он с этим может умереть. Потому что этому человеку нравился наш устав, когда он приехал. А уставный 28-й пункт прямо говорится. Смотрите. Запрещается жаловать всемирским властям. Тут жалуются. Писать жалобы. Он пишет. На жителей деревни, на жителей сексотища сотрудничать с врагами, быть наушником. И дальше говорится, что ему под страхом анафемы от учения. Ему ничто не могло задержать. Почему? Слишком далеко. До этого было так. Человек приезжает сюда. Ну, ему что-то нравится. Это же жилка где-то, с насиженного места нет теперь. Это секта тоталитарная. Тоталитарная секта. Батюшка уже говорил с ним на эту тему. В саталитарную секту приехал, убрал. Я регулярно смотрю, с кем вы разговариваете. Там, со священником с одним. Где там, с фарисеем якобы. А то все под меня подкоп. Но я для вас недоступен. По той степени, что мы в разных категориях. Вы слышите, молодые, а я свое дело сделал. И чем больше вы нападаете, сделать пакости, тем больше я молюсь за вас. Вам никогда не сдвинулся место эту точку. Поэтому я говорю, что здесь собрались все свои. Ну, по порядку возьмите. Ну, что он пошел, он пошел. Ну, никто же не пойдет. Кто-то был недоволен. Кто просил, чтобы пожаловаться архиерею, митрополита привели. И вывод один, что меня не было. Из общего разговора. Хотя он не говорил, но понятно было. Из-за чего это было, как. И поэтому они в воскресенье приехали. Уже заранее у них, которые тут были спилены. Они не знают, что к коколкам это не относится. Мы распахали. Это наш посев. Ну, видите, оно больше лидер в районе вы найдете. Все березки одинаковые. Они растут, мы берем. Начинаем какие-то другие подрастают, где больше. Мы их используем. Мы использовали здесь 1250. Свадь забили. Вы купаетесь, рыбкой пользуетесь. А это все труд. Вы же копейки не вложили ни в дороги, ни в пруды. Мы взяли все на себя. Я уже несколько миллионов заран в землю. Потеряете, когда вы уже здесь живете. Ничего не требуем взамен, кроме молитвы. При том, человек избрал такую тактику. Не занимаюсь, не имею образования. Но и вы, мужчина, злой дух. Ты обвиняет того, в чем тебя обвиняют. Это у Достоевского говорится. Я если привел одну, Пелосион говорил ему. Пелосион, я сам рука книги не держал никогда. Поэтому ступить назад, сортовый как прибитий, никак. Просто оповестить, чтобы вы знали. И когда такое есть, человек не может, не то, что там в Соколовном Совете или Деревенском Совете. Это никак нельзя. И вот они поехали. У нас сколько было. И они снимали последний такой столбик. Слез вот такой, ну как коляску. А они заранее оттуда их провели на это место. Вот это что? Самые стройные законы, которые действуют в 719 правил Вселенских Соборов, самые страшные, Григорий Мекисалис. Просветы с врагами и выдавал отлучения на 30 лет от церкви. Самое страшное. Он не понимает уже ничего. Его брак несет, сейчас бы я какая-то вон плевал на это. Веры нет никакой. Да разве вера была бы такая? Я дам бумагу. Что я уезжать может? 146 не из Библии. Возраст, звание, отношения. Все. Просчитали? Да, конечно, нет. Когда считать? Это надо подсматривать. Кто не бывает на благовестии и не занимается проповедью, у них слишком много свободного времени. Поэтому мое дело сказать, выход один в поколение. Я ничего не... А ты как будешь относиться? Я знаю, что все это отражается на детях. Вот что страшно. До четвертого поколения. Это ужасно. И поэтому делать вид, что вы не знаете, я по отдельности с ними ходил и многое узнал. Они друг перед другом в полиции это еще борются сказать. Но так видят он. Так ничего такого-то и нет. Я говорю, это наш лес. Он нигде не входит ни в реестр, нигде. Мы его посеяли. Я беру сколько хочу. Мы строим деревья. 51 тысяча, все разрушено. На что восстанавливать? Нет денег. А мы выросли за себя. Приехали, когда деревенские уже ничего не могли распахать дальше, потому что уже засеяно. Уже они подросли какие-то. 92-го года. 30 лет это березка. Вопросы будут погруче. Березки взошли. В 92-м году. Значит, 30 лет этих березок. Там было поле. Там обрабатывалось. До нас было поле. Обрабатывали. А там какой-то год такой вышел. 91-й год. И мы разпахали. А мы приехали. Они там сеять не стали. Они ушли. Как думал, уберет. На другой год они взошли. И они не стали поезжать больше. Мы пока маленькие были. Туда не ходили. И скот не загоняли. Потом они... Вот там много сушняка. Они слишком близко друг к другу. И... Ну, им нет простора. Поэтому надо было прореживать. Брать что-то. А мы-то делаем для вас с собой в город. Ничего не увозим. У меня, видите, все работают бесплатно. И это не то, что это неблагодарность. Благодарность. Это просто безумие. Тем более, нарушенный в устав написан под страхом монахи. Мы монахи на них нестиграем. Теперь дальше поступило из таких источников, близких, что готовится обращение в Роспотребнадзор о том, чтобы исследовать почву, потеряя фермер, почву загадывать деревню, все отравил. Вот. Об этом. Ну... Не знаю даже. В каждом селении есть какое-то, называем, градообразующее предприятие. Без этого не может селение существовать. Что? Дорогу прочистить. Где-то что-то подвезти. Там это... Обязательно должно быть такое предприятие. У нас одно это предприятие. Фермерское хозяйство. Которое есть техника, трактора, машины можем. Просто нет. Смотрю, Наташки везут там отходы какие-то, скотинки. Всегда можно это взять. Не будет этого хозяйства, допустим. Ничего не будет. На нас и смотрят. Будет совсем по-другому. Когда я подал заявление два года назад в Министерство транспорта о том, чтобы дорогу сделали. Ну и звонит мне заместитель министра. Лугачев. Дорога, понимаете, это дорого там стоит. И все. Так у вас там нет никого. Как никого нет? У нас фермерское хозяйство. Дороги нет. Не могу вовремя вывезти продукцию. Зерно вывезти, отгрузить вовремя. Как у вас? Да, есть. Посмотрите, узнаете, что есть. Потом да, действительно есть. У нас школа, есть студенты в городе. Там выезжают, приезжают. И каждый живет в своем хозяйстве. Нам продукцию нужно реализовать, выезжать. Мы не можем. Дорога прошла. Дождь прошел или что-то. Мы не можем выехать. Но это другое дело. Но дорого это будет стоить. Там миллионы людей. Это рубли. Я говорю, миллиарды. По 12 миллиардов воруют. Но один миллиард возьмите у них, который 12 миллиардов в долларах. И нам хватит на дорогу. Ну, это, знаете, это невозможно взять. Ну, хоть половину миллиарда возьмите. Ну, и на этом закончилось все. То есть, смотрите, нам по-другому. Где-то что-то не нравится. Там, когда проехал на тракторе, дорогу вроде бы попортил. Но потом поправили дорогу. Так и это все. Нельзя. Поле от нас находится в двух километрах. Это не наша земля. Земля соседского совхоза. Раньше, я еще в детстве помню, ее засевали. Поле там было. Пшеницу сеяли. Ну, и другую продукцию. Один раз мне даже и попало за это. Я по совместу проспал. Они зашли в это поле. А бригадир увидел. Максим Борков был. И я сплел, как бичом щелкал. Он думал, как взрыв я соскочил. Не знаю, куда бежать. А он уже овечьях выгнал с этой. Кто говорит, не сил. Сей. Но здесь у них совхоз. В какое-то время стеноквоз был. Потом они оставили. Сейчас они в аренду сдают его. Поднялись. Там мы ягоды собирали. А теперь это что? Что это за община? Ну, так он не годится. Это земля не наша. Понимаете, что ли? Хозяин тот идет. Ягоды там на сотки, на две собирали. Да, кругом ягоды есть. А я помню, когда в детстве мы за ягодами больше ездили. Бурльские околки. Там ягод больше было. Ходили туда все. Или по ту сторону линии. Там еще много было не распахано пока. Так нельзя было все. Так вот смутились, что там засеяли поле. А мы ягоды собирали. Ну, так не годится. Потому что земля это сельхоз пользования. Она не для ягод предназначена, а для сельхоз пользования. То есть, то есть, вот у нас составленный план деревни и расчисленный квадрат. Где под застройку, где сельхоз пользования, где какие дворы там должны ставиться. Все это у них, когда было в этом архитектурном отделе, все у них там расписано. Я говорю, компостик вы использовали. Там салонцы ничего. Ну, так она обозначена. Ну, надо взять анализы тогда. Там нельзя ничего селить. Там ее трогать нельзя. Потому что плодородный почв слой всего там, может быть, 5 сантиметров. А дальше солонец, соленая земля. Содрали, все. Но ей потом ничего не растет. Может, десятилетия, то и столетия. Пока это нарастет новый слой. Поэтому нельзя так. Ну, вот так вот. Где-то сегодня, да, поймите, что обрабатывается поляр. Почему раньше не обрабатывалось? Раньше, ну, я не помню, чтобы у нас на картошке был колорадский жук. Это в помине, никто его не знал. Какой-то бабочке тоже этого не знали. Не было этого. Но сегодня этого есть. Все. Разный там. Раб спасели. Если раб с ним обработать, там, 4 раза, там, или сколько обрабатывают. Его не будет сидят. А он нужен раз. Поэтому несколько раз его обрабатывают. Но явно есть разные, сказать, силы там. Первый, второй, третий. Класс опасностей есть. Класс опасностей. С первого по четвертый. Первый по четвертый. Малоопасная. Ты какой опасностей? Ну, это против растений. Темные растения. Это третий класс опасности. Он называется малоопасная. То есть это под опрыскивателем, конечно, стоять нельзя. Я сам езжу там, сколько возможно, в респираторе. Но через день, там, через два, сколько все можно ягоды собирать. Ну, недалеко, если там есть что-либо. Тем более, если дождь прошел, то все это, все, землю, оно нейтрализуется сейчас. Чем дальше, тем больше препараты более современные, более безвредные. А сказать, что они, можно сказать, что полностью безвредные. Нет, нельзя. Класс опасности есть. То есть это химия. Она вся химия. Вся. Она какое-то влияние оказывает. Ну, человек, биологическое существо, где негативное влияние какое-то есть. Ну, одного сильнее, у другого меньше. Это против сорняков, у него природа живыми организмами несколько разная. То есть она быстро уходит. Через день, через два, это все можно использовать. Игорь, вот ты вот это все мог сказать на занятия. Понимаешь, ты в корни подрубил вот такое вот возмущение. Понимаешь? Ты это все знаешь. Я не... А ты приедешь на занятия. Закончилось занятие. Ты скажешь, знаете, вот так и так. Я использую то-то, то-то. А оно вредно или не вредно? И было бы все хорошо. Я считаю, что это правильно было. Сколько метров от поля положено метров? Ну, не пять же метров. Можно же объяснить. Поля находится в северном деревне. А если у тети Любы под боком встаю, я, мне прям глаза защипало. Кто там носился? Я говорю, как бешеные носятся на машине. Я говорю, потому что они сами задыхаются. Поля-то где можно и далеко. Ну, можно же объяснить было. А не так. Ты что, не травишь? Скажи, ребята, за ягоды не ходите два дня. Я что, не травлю? Да я не знал, что ягоды ездят. Я не смотрел, если знать не знал. Вы видели прекрасно, что мы рвем ягоду. Мы все подорвались и... Куда там? Глаза дожигают. Ну, такой туман идет на нас. А там пространство вот со стола. Объяснить же можно, можно. Нас везде травят. Нас везде травят. И сами травят. В Колораде же травят, и сами травят. Говорят, телята. Почему дохлые телята рождаются? Говорят, все это отшениться. Я не знаю, но так говорят. Алексей, дайте слово. Я вам что-то сказать. Вот здесь речь идет о чем. Мы все время переводим вопрос. Значит, у меня здесь мама живет, чтобы знали. Да, я, как сказать, дядя Иго. И поэтому, простое слово. Сейчас разговор вот о чем. Потеряем. Начиналось с батюшки Сигнатия Тихоновича. Они хозяева. Она разрослась. Теперь хозяева вы. Государство здесь никак не участвует. Я картошку полю, подхожу, у меня жуки. Скажите, я жука раздавить могу или не могу? Если я хозяин, собственно, кусочку этого. Я могу траву вырывать? Государство может прийти и сказать, на каком основании ты здесь посадил и вырываешь траву даже эту. Не правда, да? Подождите секунду. Я заговорил. Поэтому здесь, на участке, вот то, что мы сейчас говорим про игры, это технология. Вы переводите разговор совершенно о другом. Не имеет значения. Потому что здесь отвечают хозяев. Вы хозяева здесь. Вы можете здесь делать все, что угодно. Но государство накладывает ограничения. Не резки. То, потому что можно порезать здесь все. Это прекрасно. Да. Они приехали, распахали, убрали дорогу и вытекло озеро. Что, это хорошо? Государство это сделало. Ну, то есть со стороны. Никого не наказывали, ничто не сделали. То есть хозяева здесь вы. Определяете здесь вы. Резать березки или не резать. Для чего делает Игнатий вот это озеро? Для деревни, для кого еще? Для вас же и делает. Это понятно? Это понятно. А о чем идет речь? А о речь совершенно о другом. Ближние оказываются враги. Ближние, как говорит Библия, родные. Когда я обратился, я предполагал, что мама будет у меня против. Вроде как, она вроде светская или ничто. А те, кто предполагал, друзья будут за, что я обратился человеком, стал православным и христианином. Оказалось наоборот. Все в окружении сказали, ты зачем это все делаешь? Она сказала, молодец сын, я даже не думал, что ты так поступишь. Я очень удивился. Поэтому плоскость разговора совершенно другая. То есть здесь есть люди, которым что-то не нравится. Но подождите, у вас есть собрание или нет? Что это не решается вопросы? Но если я живу с соседом, будет сосед постоянно на меня рядом, живущий, мой, с которым я общаюсь, будет на меня кряузнучить или еще что-то. Ну как жить с таким соседом? Подождите, я не совсем понимаю. Речь-то идет с плоскостью духовной, графственной, они... Правильно поступил Игнатьевич? Да неправильно, потому что надо было сказать, что Володя, рот-то закрой, ты кто здесь, кто и что и... И он простоделый, пошел что-то там рассказывать, это... Игнатьевич был там или не был, он сказал бы, рот прикрой, здесь есть более старшее. И тот взял бы, ну а что вы с ним разговаривали? Что у меня в машину садите? У меня старшее есть. Идите с ними, разговаривайте, решайте эти вопросы. А я вам объясню, почему я пилю грезы. Потому что вот озеро сейчас вытечет, и все, и воды не будет. А воды не будет, все наши полины кончатся. Причем здесь это... Вы здесь живете в окружении, ну, у нас надо быть семьями, или друзьями, или как. Или подставлять, сейчас я пойду и буду наушеченную, как в Западе живем, в Германии, или во Франции, или еще в европейских государствах. Все, я заканчиваю туда. То есть я еще раз говорю, вопрос совершенно в другой плоскости. Это вот братья, ну, как так, взять и настучать, и даже просто, ну, ты поговори еще раз. Ты в березу пожалел? Или что? А дальше за это ты не видишь, что будет. Натуральная война идет, но это, ну, ребят, ну, разберитесь тогда между собой-то. Плоскость совершенно другая. Правильно, Игорь Тихович, поднимает этот вопрос-то, совершенно грубой. Но он, понимаете, в чем, что уроки закрыл человеку, который не понимает юридически, не кратит, и сказал, ну, так, замолчи, вышел бы первый. Ну, не вышел первый, да, второй. Так нельзя тоже делать. Потому что старший есть, и старший должен отвечать. Если взялся за озера, тогда это самое. Поэтому об этом речь. А вопрос именно такой. В плоскости духовой и нравственной. Вот тогда решайте. Об этом и собрание идет. Вы же здесь, свои родственники, все и так поступаете. А то технология, Игорь виноват. Это все решаемо. Какая у меня лопата, на какие граммы. Имели я право дергать, извините меня, клен вокруг. Все, засорили. Я что, его вырезать не могу? Я его вырезаю, а он на завтра в 10 раз больше растет. Так посадите меня тогда за то, что вы семена выдергиваете, кленовые растения. Березку пожалели. Все умеет. Ежедневно утром по радио России проходит такое, вроде как реклама. Ты если видел, что кто-то за рулем, садится в алкогольном опьянении, немедленно позвоним. Ну, в ГАИ. Немедленно. Видел, если кто-то там нарушил, позвоните. Это каждый день, говоря по радио. То есть, приглядывая за другим. Но это ради безопасности других, чтобы пьяный сел там и кого-то нарушил. Раньше этого не было. Сейчас стало. Проходишь, везде говорят об этом. Так что, прежде чем писать какое-то что-то, хотя бы, ну, посоветовался, как сказать или что-то. А это так не годится. А как жить-то в этом? Ну, а кто написал-то? Скажите, что-то вокруг, около, я ничего не могу понять. Кто написал-то? Давайте вопрос. А кто-то вокруг, около? Не написал. Я говорю, это идет только разговор. Но люди, которые это знали, сказали. Готовится запрос в Роспотребнадзор, чтобы на Роспотребнадзор приехал в деревню и сделал исследование. Насколько здесь земля травлена там и как это вредно, в какой обстановке вредно люди живут. Можно, сколько? Так, ну, а кто про березки написал? Позвонили. 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 Мы сколько? Два минуты назад, да, вон ухо, столбики эти чистые? Да. Вся деревня была. Ну, кто из нас мог на себя, как сказать, вот это поплески? Ну, вот. Вся деревня тут выявлены. Просто так они не приехали, чтобы проснулись. Только поедем, потеряем кто. Приезжали они. Нерабочие. Неделю назад приезжали двое полицейские. Подъехал мужчина с сыном из меня. А можно Игнатия Тихоновича? Я говорю, а вам по какому вопросу? Да вот мы, значит, объезжаем в храмы. Значит, ну, должны какие там эти предостережения. С терактами. Может теракт быть там, и все. Я говорю, так может быть, я лучше сделаю это? Я настоятель, священник, да, да. Ну, и все, и пошли. Я все им рассказываю. В храм завел, в храм показал. Позвоним, потом и на них подъехал. Ну, больше я с ними, что... Вот они дали бумагу. Значит, нужно... Каждый храм делается паспорт. Назовется паспорт. Именно вот это... Как это называется? Безопасность. Да. Паспорт безопасности. Я говорю, а как это будет? Ну, вот приехали террористы к нам. Какой-то приехал. Что будет? Ну, кнопка будет. Я нажал кнопку вам. Допустим. Даже если хорошая погода, и вы сразу немедленно выехали, вы только примуете через полтора часа. А за полтора часа у нас, может, уже ни одного живых не будет здесь. И он будет уже где-нибудь километр за 50, за 70 от этого места. Этот террорист. Как? А если дороги нет, то вы вообще не доедете до нас? И что нам эта кнопка, нам это поможет? Да никакой. Зря ты деньги тратить. Я говорю, не надо. Вот лучше на дорогу деньги отчислить бы то, что было. Была полиция, да. Ну, дали бумагу, предписание. Я говорю, чтобы взял бумагу, что я извещенный, я расписался. Я взял бумагу. Что я был и здесь. Это было, ну, на неделе, не знаю, там в пятницу, наверное, было. Или в четверг, что-то в какой-то день на неделю. Вот было такое. Значит, заботятся о нашей безопасности. Чтобы у нас было все. Тихо, мирно. Я сказал, что у нас уже чужой человек на виду сразу, мы знаем. Сказал, что было. Вот приехал, там, допустим, человек, Роман. Год прожил, мы его даже не зарегистрировали. Это единственный случай. Как это получилось? А как он вошел? А потом стал сразу восставать, что это и президент незаконный, у нас и патриарх, там, на патриарх, там, антибитости. У нас власть незаконная, и все. И регистрироваться не надо. Ну, а землю-то как будет жить? Земля вся Господня. Все, это Господь, все это вот. Пришлось позвонить, приехали. Зимой было. Приехали его. Посадили между собой. Нас не какого-то бабушка не садила. Его везли, и все. Его депортировали. Вчера были нормально, разговаривали. Все, потому что прошла неделя буквально. Использовался, причащался, все. И вдруг начало такое, что... Я говорю, ты зарегистрировался? Нет, я не буду регистрироваться. Это, ну, и все. Ну, вот они так поговорили, что, я говорю, наш не знакомый человек, это на виду, потому что все знают друг друга. Все видят небольшое. Я говорю, что здесь обсуждаем, и как бы, вот, прозвучало такая, вроде, подозрение, речь такая, что именно кто-то из деревенских, вроде, заложил в кого-то. Я, конечно, это вообще не знаю. И я думаю, это наглядно, это здесь женицы, где мы видим, там сколько-то, 3-4 семьи, и кто-то будет это... Да какая мне разница, допустим, или кому-то, вот какая разница, что они там делают. Но он знает, что делает. Если он там заготавливает жирки, или чего где-то, но если он законный, значит, не бояться нечего, а если не законный, он должен знать, что нельзя любить там все-таки как государственные люди, а не общественные люди, или это не частная собственность. Что-то одно. А второе, если так вот обвинять голословно, конкретно тогда скажите, кто? Вы говорите, вот мы знаем, мы где-то, кто-то. Это ваши только догадки или что? Что это такое? Если знаете, что тут скрывается? Скажите конкретно, вот кто, вот я или кто там, из нас живущих здесь, кто? А так говорить, это, знаете, это ложь, самая натуральная, или да? Если это абсолютно нет. На каком основании? Вот основание, когда вы дадите, конкретно вот если скажете, вот этот человек, или мы у нас так вот из-за этого, из-за этого мы дозреваем, то это другое. А то, что врагов выгнается полно, это всем известно. Он и сам говорил, что у меня много врагов, недорожевателей много, да. А вы не можете представить, что, допустим, если кто-то убывщик, или когда-то убывщик здесь, и что-то конфликт был, может быть, с Игнатем, и вдруг потом он вот так вот решил отомстить. Это все может быть, кто угодно. А у вас сразу какое-то подозрение, именно как будто, именно из деревенских это сделал. Да кому это нужно? Зачем это подозрение? Мы, да, нельзя, все любил. Слово здесь, батюшка. Мы богобоязвены, не надо. Кто бы из нас, если на кого-то там думаете, из наших родственников, или кто, не знаю, а кто тут еще? Ну, живет. Андрей, я, он, Люба, тет Люба, значит, ну, кто тут, Глушков, ну, и тут приезжий, как я не знаю, батюшка, да, ну, барабах, больше никого. И что подозревать, если уже конкретно надо говорить, да говорите. А так просто кто-то, что-то у нас, деревья, иначе надо уже и проклятие, а то пошли, и все, и вот уже на дети отразится, а мы это не понимаем, понимаете, да, что на ком отразится, и как это действительно кривета, это ложь, это все. И нам, кстати, и он и сам говорил сейчас, кто говорит ложь, он не спасется. Сколько сотни раз. И все это, и мы сами прекрасно это понимаем и знаем. И мы, боги, моимся, не беспокоимся. А если конкретно говорить, вот говорите, указывайте точно. И на каком основании? Вот тогда будет дело другого, еще поговорить. Чтобы говорить точно, нужно точно знать. Никто не знает, да, поэтому вопросом другом. Ты же сам сказал, что может быть кто-то из наших. А я говорю, что из наших, мы же окружение здесь, это кто-то наше. Но не имеется в виду конкретно. Вот возьмите меня спросить, Алексей, делал бы это? Я не делал. Ты как-то это делал? Нет. Вот и все. Любого сейчас спроси, и перед Богом будет просто сказано, да, нет. А на тебе будешь отвечать. Вот и все. Если этого не, значит, понятно, что со стороны. Это легко решаемо. Но не задаете вы друг другу вопросов. Давайте сейчас каждого спросим, и все. Вы на себя писали жалобу? Чтобы, да, свежие деревья, березки. На себя писали, что ты так не знал? Да. Ну вот как, ну что, Алексей, с ума сошел? Слушай, вот и все. Алексей, ну а ты что думаешь, выходишь из деревьев, что кто-то, кто-то что-то... Я думаю, я просто говорю, у вас есть семья, у вас есть хозяева. Вы здесь решаете все сами. Да хозяева, слушай, хозяева, хозяева у вас в основном, мы без батюшки все равно ничего не помидел. Во-первых, вот, батюшка в курсе всего. О чем речь? О том, что Игорь, допустим, Александрович, он, допустим, опуляет, действительно. Я не об этом речу. Да я не об этом, я об этом не об этом. Речь о вот этой березке, которые приехали именно в тот дом, где лежат эти березки. Приехали именно с определенной целью. Не просто так, они просто заехали ни к тебе, ни к мне, ни к батюшке. Если даже, смотри, есть ли кто-то даже... Вот они еще там. Хорошо, согласен. Я думаю, откуда у нас пилятся? Если, но пилят в курсе. Я думаю, ну, тут... Да и не садитесь, как они все равно. Только есть вот это, что может быть простая подстава. Кто-то все в Феррубе подставляет. Может быть со стороны, вполне вероятно. Я предлагаю просто спросить и скажите, да-да, нет-нет, другого-то у нас нет. Люба-то это делала. Нет. Ну и все. Не кончилось все. Алексей, давай, это спокойно будем говорить. Значит, даже говорить и не. Вот, все выставляют в интернет. Вот когда инотий, значит, там, Владимир Милоков, пришли сразу власти и сказали, и там они предупредили. Это нельзя делать. Кто? Он же сам выставляет все, пожалуйста. Здесь не выставлялся. Люди Березкова не выставлялся. Не было более. А Березок решили. Я говорю, если даже, если даже кто-то из нас, допустим, да, допустим, то тогда это на совести его. Вот так сказать, беззаказательственно, что это он. Они не говорят, что он абсолютно каприк. Вот правда. Или кто-то, я там или кто-то. Что-то, 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 что-то. Он же на меня, можно ли выставлять? Можно ли выставить? Ну, кто-то. Ну, кто-то. Как мне надо? Зачем так выруковать-то? Долгие не назову. А кто-то взять даже и спросить. Скажите, здесь есть люди, которые взяли и написали здесь это? Есть ли? Есть ли? Есть ли? Мне ловалось чувствовать. Кого-то вообще конфеты имеете? Ну да. Что? Что вы имеете? А что вы имеете? Кого вы растите? Да, кого-то же имели, кто собрали. Не просто так нам все. Кого-то же имеете, правильно? Вот если есть, значит, конфеты. Может быть, человек хочет что-то сказать, может, тот, кто это сделал, у него самые, так сказать, высокие пары, может быть, прекратить, так сказать, зло и все, может быть. Дайте объясниться, потому что, когда идет какой-то суд, без суда, без разговора с человеком, по делам его, и что он делает, спросите, и все. Пока мы не знаем, кто да. Но предположения-то свои же, вот это удивительно, это часто так и бывает, что со стороны могут и подставить еще нас, это я вполне допускаю. Но спросить-то надо или нет? Все это, верующие или нет? Ну просто в лицо взять и спросить. Ну ничего, если вы с вами поняли, что я не видел. Ну на кого-то, все уже понятно. Пусть скажут. Ну если есть, нет, все. Отчего живут, если нет. Если нет, здесь никого нет. Закрыто темно. Ну нас собрали, не просто так, нас собрали, что и есть конфеты-человек. Да. Вы же имеете, знаете, какого-то человека, конфеты-человек, знаете, о каком речь-то. Ты просто так не собираешься, чтобы он собрали. Скажи мне конкретно все. Да, если не знаете. Я видел ролик маленький выстрел, мне показали. Кто это выстрел ролик, что. Ну и там, вот так фермеры нас травят, жители деревьев. И далеко видно, что там трактор не идет. А здесь. Кто это выстрел? Он выстрел. А с какой целью? Давайте я всталю, да? Лучше. Цель какая? Вот это выстрелить. Ну значит, это был не ролик. Это была фотография. Я уже с батюшкой говорил, давайте я начну. В чем здесь проблема? Когда, значит, почетный гражданин перечислил там эти пункты устава, у нас есть устав такой, я бы о чем говорил, там написано пункт, что деревенское собрание проводится два раза в год. То есть там написано просто, деревенское собрание проводить два раза в год. Все, там больше никаких пояснений, ничего нет. У нас его не проводится уже несколько лет. Я задаю вопрос, почему? Звонил батюшка как-то еще, говорю, давайте пройдем собрание. У него испуганный голос. Зачем? Ну это ты когда же звонил, когда на стену поле, поле, что ягод. Нет, это было давно еще. Это было давно. Это было давно. Вот. И то есть у нас написан устав. Я, как бы, я до сих пор за него радею, да. Если написано, значит, его нужно исполнять. Батюшка говорит, так а зачем? Вопросов же нету. Как нету вопросов? Вот он, простой вопрос. Значит, какая претензия к Игорю Александровичу? Все понимают, что это технология, пыление, для него что-то разошелся, что там территория. Да это все понятно. Но государство накладывает определенные, значит, рамки. Что, например, опылять он должен не ближе 300 метров от там жилых, даже не просто от жилых построек, а от тех мест, где люди находятся. Мы все понимаем, что по-другому сейчас нельзя хозяйство вести. Нужно опылять, там удобрять. Все понятно. Простое дело. Ты можешь предупредить. Специально создали систему оповещения по всей деревне. Там, ребята, или как-то там сегодня с астаркиты-то с астаркиты я буду опылять. Опылять буду, значит, там, гербицидами. Или просто это азот там, или что-то там, чтобы люди понимали. Однажды мой отец поехал на велосипеде, вечерняя прогулка была. Он не видел Игоря Александровича, что тот опыляет. Это было несколько лет назад. Пару там, или тройку, не знаю. И когда он заехал, ехал по дороге, и что-то случилось, он, говорит, я начал задыхаться. Слезы потекли. Все. И уже потом уже увидел, что, ну, а тот как, проехал, например, и где-то там разворачивается, что тот опыляет. Вот. Вопрос. А если бы мой отец бы умер? Как бы, например, жил бы дальше Игорь Александрович с этим? А у него там сердце слабое, там, и так далее. Да, вечно о том, чтобы просто, просто предупредить. И так, завтра я, значит, опыляю стальпита до стальпита. Значит, мой родственник, юрист, консультировал пчеловодов, у которых умерли пчелы, от того, что, значит, фермер не предупредил. Вот, абсолютно такая же ситуация. И этот пчеловод выиграл два процесса. И теперь этот фермер постоянно предупреждает. Зачем нам до этого-то доводить, что кто-то умер? Умрет ребенок или там пострадает, станет каким-то аллергиком или еще. Зачем? Мы здесь собрались в уединенном месте. У нас нету каких-то предприятий. Ну, давайте как-то уважать эту друга. Ну, мы же община, в конце концов. Я батюшку говорю, дайте хоть за что-то зацепиться. С полем, значит, с ягодным полем. Никаких вопросов не было бы, если бы Игорь Александрович однажды, то есть у нас два раза в год написано в уставе, уже несколько лет этого не было. Встал бы и сказал, ребята, вот там есть поле, на котором вы в прошлом году ветрами таскали ягоды. Я это знаю. Но я узнал, значит, оно сельхозное значение, принадлежит себе совету. И его мало того, что хочет забрать там соседние деревни, фермеры, поэтому я его хочу забрать, распахать и посадить. Да и аминь, да благослови тебя Господь, Игорь. Все, вопросов вообще бы никаких были. Значит, случайно узнаем там, что он распахал. Естественно, там у женского населения там слезы и все там, как так, такое поле таскали ягоды, то есть больше этого не будет. Ну, понятно, это эмоции и все. Но это огорчение людям. Как вы, мне в интернете пишут, ну вы же и верующие. Вот это вот сейчас, по-моему, самая смешная фраза. Мы все верующие, мы хотим Божьего благословения и поступаем так, что кто-то там огорчается как-то там. Вот так, а что нельзя вот так вот собраться? Все, я говорю, да, я имею в виду благословителя Господь, делай лучше ты. Мы тебя знаем, а мы найдем в другом месте. Все, вопросов вообще никаких не было. Теперь, значит, это вот, вот этот человек, почетный гражданин, значит, сейчас говорил, естественно, не называю фамилии, как бы указывая на меня. Вот, я еще раз хочу сказать, привел вот эти все его старые пластинки, там, и проклятие, и все. Уже два года назад он пребывает в статусе лжецкий ритник. Вот, и поэтому... А, ближе делай, ближе делай. Он менял, чтобы сказать, я про него говорю. Про тебя он ничего не говорил. Ну, вам Бог дал разум? Он все, все, что про меня сказал. Нет? Все. Прошлся, где он про тебя сказал, что ты? Фамилии не называл. Ты сколько раз, ты, Городин, Почетный, Городин, Почетный. Фамилии не называл, говорю еще раз. Я не дал вам разум. Не надо из лукави. Не надо из лукави. Это все. Все. Значит, еще раз говорю. Человек, который абсолютно Христа не боится, если это написал я, то со мной что-то случится. А он сейчас... Про тебя, Галюша, остановись. Про тебя никто не говорил еще. Ну, сейчас только что претензию в мой адрес высказал. Ты только скажи, я в этом не виноват. Я про это не виноват. Я в этом не виноват, и, значит, за то, что он на меня кляузничает, то есть говорит... Нет, кому он говорил? Не кривитник, а? Вот только что сейчас не надо лукави. Все, все, все. Все подробности, ролики, что я какому-то священнику... Да, я езжу в голове... Ну, пускай себе задаст вопрос, почему он не его приглашает в меня. Да, и я говорю фразы, не называя фамилии, а говорю, например, мне интересно, вот 40 лет человек учит, а правильно ли он это учит, и в чем это плохо? Он говорит, что я это написал, а я это написал. Как тебе Дух Святой не открыл, что это я не написал? Понимаешь, у тебя даже этого нету, ни страха, ничего нету. И тебя Бог накажет, если это не я написал. А ты такой трусливый, так ты подойди ко мне, спроси, скажи, слушай, это ты писал, нет? Ты не подойдешь и не скажешь, понимаешь? И ты будешь из-под угла все что-то там писать кого-то. Ну, это что собрание собрал, слава Богу, мы уже давно не собирали. Спаси Христос. Потому что нужно общаться. Если будем общаться, у нас не будет вопросов. Общаться только на собрании общаешься. А почему мы можем с тобой просто пообщаться? Нет, можно на собрании, мы все вместе собрались. У нас есть общественные вопросы. Понимаете? Да, естественно, вопросы такие. Вот. Общественные вопросы, мы все вместе собираемся. И когда человек все выставляет в интернет, и даже не выставляли, как они пи***ли, но он говорит, и он, и потом претензия кому-то. Ребят, вы в каком веке-то живете? Сначала сами все выставляют, а потом говорят, кто-то на них написал. Да у тебя уйма тех людей, которые... Я на них не написал. Говорят, я поскольку... Позвонили, позвонили. Позвонили. Это сейчас сделать несложно. И тут куча людей были, которые уехали отсюда обижены именно от него. Да вообще несложно написать или позвонить, что он там делает. Раньше, раньше, вон, когда еще у него не было камеры, он все занавесочки занавешивал, едут в поезде, имена всем поменяет. Все у него было скрыто, все. А сейчас вдруг что-то изменилось, и у него все на показ. Ну, пожалуйста, хлебайте, вам же понравится. Показывайте дальше. Раньше была такая привычка, когда кто-то приезжает, батюшка, и на пикночек. Водили все в школу, показывали. А что тут показывает-то? И потом в один момент, раз прокуратура увидела, пришла. Тоже, они по своей доброте душевные. И все, прокуратура сразу, опаньки, почему тут трава лежат? Да у нас много минусов здесь, которые, ну, мы не можем сделать там. Денег где-то еще что-то показывает. Зачем? Кому показывать? С какой целью? Все, потом раз, вроде, попритихли, вроде, ну, там, слава Богу, как-то отписали. Почему это? Ну, в общем, так. Мы заведите человека, кто этот... Мы делали, стоим руками, я показываю, что... Никто, копейки не дали на школу, на храм там, власти, ни одного рубля не дали. Мы дели сам. Я мне показываю, говорю, мы делали, что могли, вот это то мы и сделали. Но вы же знаете, что тут куча нарушений. Не знали? Знали. Но это куча нарушений, сравнивая с элитной школой в Барнабуле. Да это закон. Чуть-чуть элитная школа. Есть закон. Вы живете в Российской Федерации, если что. В Российской Федерации. Ну и что из этого было? Ничего, посмотрели, дальше пошло... Было, построили, прошло 25 лет, как это мы сделали уже все. Ну и работаем, служим, молимся, учимся. Не в то и вдруг дошло, а в какой школе учимся? Где? Там. А в то нах здания. Оказалось, что здания-то нет. Пришлось теперь регистрировать. А регистрировать так было, что... Как регистрировать его? У меня была одна бумажка. Когда я просил эти стены, были только стены, полуразрушенные стены, я говорю, Василий Федорович, председатель Совета, напишите какую-нибудь бумажку, чтобы дать. Да перей на это запроса нет. Ну напишите. Он написал, что сель, сессия депутатов, сельского совета, на сессии такой-то, постановила передать каркас бывшего колхозного клуба в личную собственность Славкин Лакиму Тихоновичу. И печать поставил. Я тогда, когда это... Вот он мне сохранил, подал. Тогда его давай оформлять. Оформили теперь это. Оформили теперь я это здание сдаю в аренду в Хорчинской школе. Они арендует это здание. Это лично моя собственность. Получилось, что моя собственность это. Понимаешь, как это? Поэтому показываем. Вот мы делали, что из ничего стены были разрушены. Мы вот это сделали. Могли сделать? Могли сделать это. Понимаешь, как это? Нужно ценить. Вот показывать зачем. Да и того и показываем. Что мы из ничего. Мы собирали по одному стулу, по одной партии. Едем везде, где можно было, по любым школам все собирали. Какую, где полбаны, собрать им книги какие, где-то. Но я даже АТОС с Америки АТОС привез. Компьютер тоже с Америки. Первый компьютер с Америки привез. Но сейчас он уже покойный. Сейчас лучше стать. Понимаешь, все собирали это. Поэтому мы не то что хвалились, а показывали, что мы из ничего сделали это. Поэтому те требования, которые предъявляются где-то там, они не могут к нам быть. И нам шли, ничего не запретили, ни разу не закрыли. Видите, только так пожарник-то. Ну, там вот у вас нормально. Это нормально. Ну, ладно, все. Так, пути будет. Сказали, отписаться. То есть, чтобы вы понимали, что мы живем в этой реальности. Не в вашей там... Мы в этой реальности. Мы в этой реальности. Мы живем в России. Звучим, но не очень. Час. И все у нас по-российски. Дороги у нас российские. А какие дороги? У нас русские дороги. А какие? Ну, русские дороги. Хотите, приехайте, посмотрите. Просто если было бы так раньше, никто бы не приехал. А сейчас все поменялось. И обучение у нас сейчас не очень. Еще раз говорю, вы же не знаете все тонкости, что после этого потом... Ну, как бы, что сейчас все изменение идет. Поэтому... Все, плохо у нас очень. Теревочек? Да не об этом речь. О том, что раньше... Ладно, что объяснять, потом... Время... Сейчас все по-рукому. Ну, вот Улина Анатольевна, пожалуйста. Прекрессия от основной темы. Давайте то, что по поводу чего собрания, значит... А вот собрание, действительно, он правильно сказал. Скоро уже два года. Примерно два, да. Собрания не было. Скорее всего, вот как вот Роман говорил. Или как Роман приехал, который... Вот, Малыш, да? А, вот. И все. Больше не было. А почему бы нет? Что не было вопросов? Братья, вы готовы в воскресенье собирались. Даже в воскресенье собирались. Датюшка, я тебя не видел. Вы не видели, что в какое собрание и просто собрались на занятия? Пришли на занятия, мы после занятия давайте собрали. Занятия это занятия. Пробили сейчас собрание. А почему не было инициаций? Подожди, есть совет... Вы сейчас ему-то говорите, давайте проведем. Тебе это надо, ты... Ты прислал... Давайте сегодня после собрания, после занятий проведем собрание. Я вам предложил. Вы что сказали? Искудно сказали. А зачем? Ну? Мне было надо вносить значок. Ну как нет? Я... Понимаете, у нас в уставе написано, Алеша. Он сейчас написал пункт устава, что мы их нарушаем. Так у нас еще нарушается. Ну, Греша, прости, что так было. Нет, подожди. Давайте... Два раза можно собирать, значит, три раза можно собирать. Пишите дело в этом. Три раза занятия. Занятия там сидели, люди уже... Вопросы, которые возникают у нас. Возникает именно того, что мы не общаемся. Какое может быть собрание? Собрание надо отдельное. Причем? Собрание участвует только от совет деревни. Кто? У нас есть четыре человека, которые избраны в деревню. Значит, и надо... Все. Они в основном обсуждают, потом делают предложение и ставят в известность всех жителей деревни. Вот дело другое. Вот это собрание, а это не собрание. Это давай, по налеток, все, или где-нибудь это, да это не собрание. А потом здесь собрание только именно те, которые жильцы. Они имеют право голоса. Так, у нас сегодня собрание только то, чтобы... Напомню, чтобы не друг на друга, говорится, не клявы здесь. Хотя, прежде скажи, что я неправильно... Правда, прежде всего, надо, во-первых, сначала сказать, зачем это лишние слова клявы, где-то там гоноси, когда этого... Нет, зачем? Вот и все. Не надо этого даже говорить. Это уже ложь. К чему вас сразу не разговаривают? Ну, на кого ложь? Ну, как ты говоришь? Вот не знаю, на кого вы... Ну, на кого? А вы... Не надо просто говорить. Каждый себе судья, все. Это судья, понятно, судья. Да? Не надо уже... Делать конкретно. Ну, не надо тогда, как же говорить, анкредно, что... Если совесть кого влечить... Вот. Ну, что нужно сказать, по совести, да? По совести, конечно, я все согласен. Разве я вам против? Вот именно совесть, прежде всего, голос Божий. А если ты имеешь в виду, что ты насудился и в бессовести, то у тебя никакого и веры нет, и никакого вообще. Ты не христианин, вообще. Пап, подожди, я просто... К чему этот человек сейчас минут 5 или 7 рассказывал о чем-то? К чему? Что? К чему вот этот человек сейчас минут 5 или 7 рассказывал? Какой человек? А вот он сидит. Где? Вот это... Не, он почетный гражданин. В нашей деревне. Леш, у тебя совсем что-то поехало или что? Нет, я не поехал в хам, не поехал. Это хам сопротивляющий. Он написал, что он почетный гражданин. Я сейчас что нарушил? Тебе пользовать этого не будет, я так помню. Не знаю. Алексей, если он почетный, надо относиться почетно. Ты внук, можно сказать, его по возрасту. И ты... Не надо хамить. Вот этот, есть ответ. Это у тебя кто приходит? Выберю. Хорошо, бойся. Батюшка, ему не надо хамить. А ему, вот, почетному гражданину, как он выразился, можно хамить другим? Это где сказано? Не в одной. Слушай, отец сына никогда не нахамил. А хамил сын от сына. Не всегда. Всегда. Нет, не всегда. А почему хам? Нет, подождите. Хам от чего хам не дойдет? Ну что? Ну что там? А что он на готов отца своего? Ну хорошо. Мы конкретно говорим на его ладете об этом. Вот говорите о мне. Ну, мы можем просто разговаривать, что, как такое это там. А вот этот человек, вот этот человек. Какой этот? Этот человек. Почему ты же не назвал? Почему он не называет мою фамилию? Ты... Что? Почему он не назвал мою фамилию? Мою фамилию? Да, все вокруг... А зачем ты называешь? Ну а зачем тебе он называет твою фамилию? А зачем? Я буду его называть. Ну, я его... Не больше методом... Ты никак не обращался. Ты меня рассказал и... А я почему по-другому-то должен... Ты знаешь? Почему сразу хам? Алеш, ну... Было так, что однажды один мой прихожанин, я проповедь сказал, а он выходит, батюшка, а вы зачем мою проповедь разгласили всем? Я знаю, я ничего не говорю, но все догадались, что это я. Батюшка, ну что здесь он хотел сказать? А я с отцом вроде бы не вернусь, я это только хотел сказать, не кто это, я бы представил. На 40 лет моложе и так хамить, вот что я хотел сказать, что это там? Вот смотри, как, 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 бессовестно. Как, это человек, почетный выражение. Алексей, каждое утро за тебя молится, Игнатий Тих, каждое утро за тебя молится. Молимся, ты здесь, Господи. И молимся тоже так же, дай Бог всем ураться, дай, чтобы поступать по воле Божьей, по западному, чтобы все. Почему же тогда сами так себе не применяют люди? Молятся, а Бог услышит ли, если ты просто говоришь голословно, а сам не исполняешь ничего? И ты, Батюшка, говоришь тоже, там примеры приводишь. Да, все мы ведь и знаем примеры, и больше даже мы же знаем. Но когда он оскорбляет человека, от малого до великого, не считаясь ни с чем, ни с возрастом, ни с положением, ничего. А что? А что, ему можно? Где в писании написано, что, или допущение? Он мог, стоп, стоп, я не перебиваю. Ну, подожди, Батюшка, подожди, что не будет? Ну, он, если он делает, тебя это как может коснуть? Как, меня? Нет, ну ты сейчас, я скажу, сейчас, все, все. Для тебя это никак, ты в этом не перебиваешь. Это не мимо пройдет, это на нем останется, тебя это не касает. Да я понимаю, ну так же и он помогает сюда. Да вы не говорите ни о чем, это на нем останется, кто виноват. Зачем? Тоже так же, тоже так же. Почему-то к себе это не применяется. Вот в чем дело-то. Если ты говоришь, если ты проповедуешь, призываешь, то ты должен образец. Говорит, говорить можно что угодно. Григорий Богослов говорит, слово можно опровергнуть словом. А в чем ты докажешь жизнь? Жизнь, поведение твое, отношение к людям. Все ты сам представляешь, что это мы, и многие говорят, да, грубый человек, жестокий и лживый. Вот как хотите. Это не то, что, а мы это уже знаем. И потом, подожди, как это тебя касается, сколько он жив, наш адрес, в мой лично, это самое. Ну, он не верующий, он там ответил, он топтался над костяк Александра Ивановича. Он вообще, потом, в чем попало, говорил он у собора, говорит, там, они меня хотят достать. Кто? Они враги. Зачем это говорят? Стоп, подожди, я не спрашиваю, батюшка. Что за это такое? Ну, остановись. Ну, что ты там? Ну, ты сейчас, я, вон, вы скажете, взять и молчать. Помолчи, пожалуйста. Помолчи. Помолчи пока. Ну, дай мне слово сказать. Ну, ты-то этого не словно. Мы знаем этот конфликт, но не прерывно об этом говорили. Сколько можно трясти переемы? Стоп, стоп, стоп. Соус-моград и восстанавливай. Восстанавливай, закрывай. Алексей, это не прерывно. Вот если бы он не понимал эти вопросы, никто бы даже слово не сказал. Зачем он-то понимает? Почему бы и вот это, почетная граница, что вы сделаете почетную? Может быть, я не знаю. Да иди, кто тебя держит. Все равно здесь базар. Почему пустое говорить? Пустое? Не для тебя, может, пустое. А для меня не пустое. Так, а ты уже даже не какое-то, что сделать там? Что? Ну, чтобы это, что, предлагай, что? Какому? Ну вот, он такой, 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 значит, он должен быть такой, как... Каждый, 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 каждый должен о себе, о себе, о себе посмотреть в отель своего «я» и сказать «враг во мне», а не искать врагов. А Игнатий Тимович говорит, там враги, там это самое, зачем ты говоришь? Ты ему-то скажи, зачем ты так говоришь? Вот ты бы не сказал, вот почему-то ты вот это не говоришь, а других можно... А как ты не поймёшь, ну ты говори на меня хоть что угодно, значит, мне это не касается... Это тебе, вот если он не касается, а я тебе и говорю, зачем я буду тебе говорить, если тебя это не касается? Мне это не касается? И ты не говоришь ничего такого, чтобы... Ну, если тебя он говорит, а у тебя этого нет, что ты так заражаешься? Это нет ничего, мимо пройдёт. А, да, ну-ка, 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 в народе говорят. Значит, от себя не отверстие, а от себя не отверстие, и оно в твоей ядовой не существует. Значит, кому-то можно, получается, завтра не для всех, а кому-то это нельзя. Нельзя ничего. А разве это завтра не всех касается? Всех абсолютно. И священников так же, сколько понимают из этого, потому что не учат народ, как надо. А что сейчас завтра давайте еще поговорим? А что, ну, не знаете, где, значит, завтра говорить, и всех для него не тонет авторитетами. Он говорит, говорит, ну и все. А почему я его должен слушать? У него свое мнение. А у нас есть режим между ребенком и отцом? Конечно, есть. Вот есть. Отец может взять и выдрать его по своему желанию. А он-то где-то отец? Вот он-то все и ел, врачи, врачи. Все, давайте. Потому что не видел врачи, а не понимаю разницы между взрослым ребенком и отцом. Ну, значит, ребенка можно напить, можно как угодно отрывать глаза и черташки. *************** И славничую без хранения Серафим, без искрения Бога Слово ручую, сущую Богородицу Тя величай. Прости нас, Господи, и благослови нас, и Тебе слава, Отцу Сыну и Святому Богу, и Прислава Тебе, Бог помил. Обрежи вот, что только ради того, чтобы, ради последнего, чтобы этого не было, запрещается жаловаться людским властям, присажаловаться в деревне, присаживаться с сотрудниками, быть научными. Любой способ, все решение есть, на законом забрать. Все, только еще, только напоминание, напоминание устало. Вот Игорь, вырубавший, я с Алексеем на это, что вы не делали. Все, 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 все. Вас предпослили как? Вы не имеете ни слова ничего. Сколько не надо? Все не надо. Я был против, чтобы там все были, чтобы быть домой. Все, так что, по-моему, все не надо, это же не пошли, не пошли, не пошли, не пошли. Нет, нет, нет. Можно, вот вопрос, можно. Я хочу сказать, можно с теми, кто будет, по-галдеринбе, тех, которые не будут. Замы, замы, можно, что они тоже такие. Мы с вами дорогая водяка, и все слова. Здесь свое. Дело в том, что уголовное дело завели. Ну, кого? Я неизвестных людей, как вы родители, были. Это уголовное дело, они за что-то деньги получают, они должны это дело делать, а если они тогда не работают, они покажут, что они работают. Все правильно? Кто-то сообщил или что-то выставил. Ну, значит, это на общую ложится, на общую ложится, скажем. Ну и что, а ты бы сказал, что от этого дела. Чтобы знали, что. Суд будет, может быть, ни одного, ни один суд. Мы судилися, плотину разрушили у нас, бульдозер, приехал к директору, плотину, ту бульдозером разрушил. У нас суд, до суда дело дошло, мы. Были письма, как назвать это, ну, где они обещают, что восстановят плотину. От директора, от руководителя дорстроя были там, извините. Так ничего не сделали. До суда дело дошло. А суд тогда, что? На суде судья. Так, а есть свидетели, когда эту дорогу строили? Фух, так они все на кладбище свидетели. Я сказал, что 180 лет назад я на кладбище пошел, спросил, молчат, не отвечают. Нет. И все. Ну, свидетелей нету, а план на дорогу есть? Да и плана нету. Ну, на ней ездили, я помню, в детстве еще ребенком по ней ездили, и сейчас ездим. Ну, все, вот тогда и нет. Знаешь, дороги нет. Дороги нет. Все. Понимаешь, как это делать? А ты вот до суда делаешь. Бояться не надо суда. Ладно, все, бросай, хватит. Все, надо. Все.